Есть. Спасибо. Здравствуйте. Продолжаем практику. И вот, как обычно, давайте начнем осознавание, как мы вообще входим в это пространство практики, что с нами в эти моменты происходит, как это переживать. Дальше, если мы распознаем вот это такое пространство, то, что мы называем практикой медитации, мы сюда входим и мы можем начать размещаться здесь, располагаться в этом пространстве и времени через свое присутствие. Давайте, как обычно, сначала просто оглядимся в пространстве физическом, увидим его. Вот эта встреча одновременно со знакомым и незнакомым, знаемым и незнаемым. С одной стороны, каждый объект в вашем пространстве может быть очень знакомым для вас. В то же время каждая встреча может быть новой. Мы можем опознавать это, как это сейчас переживать в прямом опыте видения, за пределами концепций, идей, названий, слов. Как чувствуется, видится. Затем в какой-то момент можем позволить глазам закрыться на время, почувствовать изменения. В этом феноменальном, феноменологическом восприятии, когда феномены приходят и уходят, визуальные ушли, что остается или что приходит сейчас больше через слух, через ощущение тела, мысли тоже, может быть, чувство общее состояние. Все это феномен опыта. Можем замечать их и как будто бы спрашивать, что это, как это, прямо сейчас. Давайте повздыхаем немножко, несколько раз таких более глубоких вздохов сделаем, отпуская выдох, позволяя чему-то чуть-чуть смягчаться, отпускаться действительно на каждом выдохе. Такое простое действие, как вздох, как чувствуется, переживается. И затем опустим внимание в точке опоры, в таз, немножко наполним своим присутствием эту зону, зону переживания, опыта, чувствования, когда мы сидим и знаем, что сидим, чувствуем это. Теперь можем подняться вверх макушки головы, вытягиваясь немножко вверх всем позвоночником. Здесь можем чуть-чуть подвигать головой таким образом, чтобы тянуться именно макушкой, чтобы позвоночник чувствовалось, как он вытягивается, если утопить подбородок горло. И потом немножко покачаемся вперед-назад из стороны в сторону, чтобы найти всем корпусом это чувство вертикального позвоночника. И соберем все вместе. Тяжелый таз, вертикальная ось внутри, макушку стрельновых. Можем действительно как будто бы располагаться в этой позе, размещаться в ней мгновение за мгновением. Чувствую, как дыхание здесь участвует в этом размещении. Можем отпустить живот также. Отпустить в него чуть больше дыхания, позволить ему двигаться. Вот так, собравшись в позе в целом, чувствую ее. Давайте сейчас, если это удобно, положим одну руку на грудь, другую на живот. Вот, почувствуем этот контакт. Может быть, что-то еще смягчится и расслабится в животе, в груди. Затем мы можем осветить сегодняшнюю практику чему-то важному, имеющему смысл. Если слова Будда, Дхарма и Санг иметь для вас смысл, можем вспомнить их. Но в целом, ради чего вы сейчас в этом пространстве практики? Если вы делаете это посвящение, то рождает ли оно что-то, дополнительный какой-то оттенок, тональность, переживание? Затем мы можем положить руки удобно. Рекомендуемые положения, когда они под животом, ребром касаются немножко живота, чувствую дыхание. Сложены чашей, большие пальцы упираются друг к другу. Вот мы снова можем собрать все элементы этой позы. Тяжелый таз, вертикальная ось, макушку струлю наверх, руки сложены, живот дышит. Можем себя как-то отпускать в эту позу, позволяя ей держать нас. Можем расслабляться в ней больше. Пускай лишний контроль. Чувствую, как и сейчас. Давайте сейчас пройдем по отдельным участкам еще. Еще чуть больше наполняю присутствие тела, позу. Начнем с глаз. Глаза, мышцы, округ глаз, пространство за глазами. Нижняя челюсть. След отпустить. Позволит завоображаться. Чувствую вес челюсти. Чувствую вес челюсти. Язык во рту можем почувствовать. Язык во рту можем почувствовать. И затем лицо. Мышцы кожи, все лицо. И затылок, шеи, плечи. Плечи могут потечь вниз. Когда макушка мягко расплывает вверх, движется вверх. А плечи, вот собственно, весом, подвесом рук могут растекать вниз. Вы чувствуете пространство между головой и плечами. Дыхание здесь. Затем руки, плечи. От двух суставов до пальцев, до ладоней. Также можем чувствовать их вес, как они опираются. Также сами ладони. Какие у них ощущения сейчас? И спина. Спина прямая, но при этом дышит. Можем чувствовать дыхание. Отпускать. На каждом выдохе лишнее напряжение. Пусть они стекают вниз по спине. И вся грудная клетка, ключа ребра, переднюю стенку, спина. Ширяет, спадает. Можем как будто покачиваться на ее волнах, волнах движения дыхания. Солнечное сплетение живут. Солнечное сплетение живут. Промежность ягодицы. Еще раз. Вес тела, чувство опора. Ноги, тазобедры, вставка, стопа. Снова вернемся к телу, как к единому целому. Дополняй его всем, для всей собой, в своем присутствии. Чувствую, как мы сидим, как гора. Встойчиво стабильно. Тяжелый таз. Вертикальная ось, макушка вверх. Живот дышит. Руки сложены. Удобно. Мы можем чувствовать, что значит вот это утилешивание. Как это чувствуется, как это происходит, переживается. Когда мы просто сидим, делаем только свое сидение. Больше ничего. Когда мы отдаем себя этому акту сидения. По-настоящему. Дальше можем пройти по этим нашим матрешкам. По собиранию себя в присутствии. Начнем с живота. Чувствуя какой-то центр в глубине живота. Дохвание в животе. Тем не теряя этого ощущения центра в животе, еще раз почувствуем, осознаем все тело как единое целое, всю позу. Хотя вспомним о дыхании, что он тоже здесь. Продолжая чувствовать живот, тело, все дыхание. Также вспомним о слушании. Оно сейчас тоже есть здесь. Глаза можно приоткрыть. Смотреть под 45 градусов примерно. Ни о чем не фокусироваться. Если фокусирование происходит, можно отпускать этот фокус. Можем возвращаться в присутствие в этих каналах восприятия. Видеть, слышать, чувствовать. Видеть, слышать, чувствовать. Просто сидеть, просто слышать, просто видеть. Как же в этом пространстве может происходить все, что угодно другое. Мысли, чувства, состояние ваше. Время-то замечать. И время от времени добавлять вопрос со словами или без слов. Можем экспериментировать с ним, как будто спрашивая из разных частей тела. Иногда из живота, иногда из сердца, иногда из каких-то других частей. Просто замечая, есть ли разница. И снова возвращаясь к присутствию. Давайте посидим так. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В нашей практике мы можем еще раз почувствовать себя, как мы сейчас, как и вы сейчас. В конце можем позволить глазам прикрыться, положить опять одну руку на живот, другую на грудь. И с помощью этого жеста, как будто бы символически собирая плоды в сегодняшней практике, можем просто почувствовать, что здесь, какого особенного в этом пространстве, какие здесь качества открываются, раскрываются для нас. Есть ли что-то ценное в этих качествах? Тогда следующий закономерный вопрос. Как мы можем то полезное, что здесь происходит, переносить в другие сферы жизни, в другие области, в другие пространства? Можно ли это делать как-то? Что это может помогать? Может быть, какие-то прямо ответы прямо сейчас приходят, какие-то, может быть, придут позже. Можно просто возвращаться в течение дня к этим вопросам, может быть, вспоминая какие-то аспекты практики в любых делах, в разных делах, в разных своих действиях. Давайте сейчас себя погладим. Не забудем погладить себя по животу. Бывает, по часовой стрелке так хорошо погладить по кругу. Другие участки, чтобы как-то разглаживать все тело. И там, может быть, позовут руки, чтобы у них остались чуть дольше. Там растянемся, потянемся по-разному. Прямо глазам в какой-то момент позволим тебе еще раз как-то увидеть пространство, почувствовать себя в нем, как вы себя сейчас ощущаете, переживаете. Что же, давайте 10 минут посвятим какому-то творческому откликущу. Продолжение следует... 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 Я бы хотел сегодня продолжить эту вчерашнюю тему, те, кто был, те, кто не был, я так вкратце совсем опишу, кто не слышал вчерашний разговор, мою вот эту лекцию. Просто я хотел бы, чтобы сегодня мы как-то поговорили, может быть, в диалоге, если это будет возможность, если у кого-то есть отклики именно на эту тему. То есть тема была такая, что вот я там приводил пример своего любимого комика Джона Клиза. Как он, изучая творчество, как он профессиональный творец, что-то все время творит. Для него это важно именно в профессиональном смысле. Ну вот он говорил о том, что для творчества необходимо несколько важных составляющих. первое — это ограничить, собственно, время и пространство, что мы можем здесь находить в нашей практике. То же самое для нас это чрезвычайно важно. То есть от сих до сих, так сказать, и определенность этого пространства. Второе — это перевести себя в некоторое такое состояние как бы необязательности. Вот что, ну как бы, творчество подразумевает такое вот недостижение цели, потому что достижение цели — это уже определенность какая-то. это я могу достигать цель, уже зная, как бы, чего я хочу. Творчество подразумевает открытость, открытость и взаимодействие как раз с неопределенностью, с незнанием. И, соответственно, следующий пункт, который он там приводит, важный в этом процессе, это способность как раз быть с такими не очень приятными состояниями или даже сильно неприятными, с нетерпением, со скукой, с тревогой. То есть такая вот, как он называет это, толерантность к неопределенности, вырабатывание определенной способности быть с этой неопределенностью, так, чтобы не сбегать, не сбегать в определенность какую-либо, чтобы защититься от неопределенности. Но чем мы защищаемся? Мы защищаемся шаблоном, либо шаблоном из прошлого, то есть мы закрываем эту, ну, как бы, вот эту неопределенность чем-то, что уже мы знаем, да, вот как бы вынимая это из прошлого и говорят, что это так, это должно быть так, это нужно так сделать, потому что просто мы это уже знаем. И на знаемой нам легче опереться. Либо можно уйти в отвлечение, то есть заняться чем-то другим, не быть вот с этим, с переживанием неопределенности. То есть, ну, можно сбежать куда-то физически, в смысле, внимание увести во внешний какой-то модус, так сказать. Можно пойти там в Facebook, говорить с кем-нибудь, смотреть видео, там еще что-то поделать, уйти в деятельность или уйти, вот увести внимание в собирании информации извне, да, вот какой-то вот именно насызить себя информацией какой-нибудь. Вот. А, соответственно, это как раз не помогает, собственно, творчеству, потому что мы просто занимаем свое сознание, занимаем свое внимание для того, чтобы не контактировать с вот этим пространством неопределенности. Вот. И, соответственно, то, что, о чем говорит Джон, это условием этого, чтобы это творчество случилось, нам нужно прожить период неприятных переживаний, да, и услышать, вот как он там это называет, шепот или тоненький голосок вот каких-то разных идей, мыслей, которые как бы пытаются пробиться откуда-то из глубины. И почему я приводил пример Джона, потому что я считаю, что это прямо очень, очень ложится на нашу практику. Это про нее просто. Потому что с чем мы имеем дело здесь? Мы имеем дело с неопределенностью в жизни вообще в целом. Когда мы говорим о творчестве, здесь имеется в виду, мы можем расширить этот контекст. Вот он там говорит в профессиональном его смысле, вот ему это необходимо как в его деятельности, в его профессии. Творческий подход. Что-то все время порождать новое и неожиданное, неожиданное для него самого. Быть юмористом вообще сложно, потому что это как бы требует как раз все время удивлять людей, да, удивлять, выводить их из привычных как раз рамок. То есть юмор, он так и работает, что он выводит из привычного видения, да. Почему мы смеемся? Потому что у нас выбивается на какое-то время, буквально там на секунду, почва из-под ног. Такая вот определенности. Мы начинаем смеяться от этого. И, то есть, в его профессии это необходимо. Может быть, сам в ваших профессиях, каких сейчас, для многих профессий это необходимо, какой-то уровень творчества, что-нибудь создание нового, вот продукт, так сказать, продукции какой-то. Но я все-таки здесь, так как мы практикуем это в контексте жизни вообще в целом, то поэтому для меня важен такой творческий подход к жизни и вообще как мы решаем проблему. То есть если мы говорим, что есть проблема, вот в профессиональной сфере, вот у него, например, Джона, ему нужно придумать юмористический скетч. Это проблема, потому что у него же нет юмористического скетча, и ему нужно решить проблему, то есть чтобы этот скетч у него появился. То есть ему нужно достичь, получить результат. Как, знаете, тоже одна из моих любимых писательниц, Рус Азеки, она говорила, что писатели, они не любят писать. Они любят, чтобы было написано. То же самое, это о том же. То есть как бы мне нужен результат, я хочу, чтобы у меня было написано, тогда я получу от этого какое-то удовлетворение. До того, как это написано будет, проходит время. Вот это время – это решение проблемы, как мне прийти из ненаписанного в написанное, как мне преодолеть этот зазор. И если мы расширим контекст от каких-то творческих работ, так сказать, творческих занятий, профессиональных, увлечений каких-то, к тому, что мы так вот называем, условно, творчество, вот это вот человек занимается творчеством, он писатель, он там, не знаю, комик, он там певец, еще кто-то там композитор. А вот если мы кнещемся к жизни вообще так вот, что нам нужно решать какие-то жизненные проблемы, и вот как мы их решаем? Либо мы ездим по рельсам все время по одинаковым, да, вот у нас есть какие-то шаблоны наших прошлых решений, которые работали там когда-то, может быть, и это очень удобно, взять этот шаблон и сделать так же, как было в прошлый раз или в прошлые разы. Окей, это можно, но всегда ли это работает? У нас есть эта поговорка наступать на грабли, повторять те же самые ошибки. Почему так? Потому что вот эти шаблоны, они далеко не всегда работают, но они нас движут, они нами владеют, как-то, если это шаблон моего опыта, моих привычек. Собственно, это вот то, что противоположно творчеству, то, что как бы знаемое уже в памяти, и оно такое вот как бы уже сформированное, и оно меня толкает именно в эти действия, в определенных этих рамках. Творчество это как бы выход за рамки, это такое вот раскрытие возможностей. Вот. И, ну и вот, собственно, когда Джон говорил, он говорил о практике творчества. То есть он говорит, что ему нужно просто создать эти условия для того, чтобы творчество случилось, поток творчества, вот это вот пространство творческое открылось бы. Не факт, что оно откроется. То есть это просто шанс, это возможность. Ему нужно создать условия. Вот что он может сделать от себя, так сказать. Вот творчество ему не принадлежит. Здесь очень важно понимать тоже такое. Ну, это любой вот человек, занимающийся творчеством, он скажет про это, что творчество не принадлежит личности, эго. Вот это персоне этой. Персоне мне, как человеку, как личности, мне нужно создать условия, такой канал, чтобы через это прошло что-то. Вот это нечто, что я не чувствую, как это я. То есть вот это контролирующая инстанция. Контролирующая инстанция может только действительно создать условия. Вот тогда у нас какие условия? Вот пространство и время, как вот и Джон говорил, и я постоянно говорю про медитацию, что нам нужно организовать это пространство и время. У нас есть еще поза, вот в нашей практике медитативной. Джон там позу не упоминает, но вот в медитативной практике это важно. Это тоже структура, которую мы создаем. Вот не зря щекантаза переводится как просто сидеть, в смысле только сидеть. Я делаю свое сидение. Я делаю это, и вот это я и делаю. Именно этот процесс я в определенной степени контролирую, но даже дальше вот мы сели определенным образом, а дальше мы отдаем себя этому процессу. пусть он тоже нас возьмет. Дальше что у нас? Вот мы создали эти условия, а дальше уже нам нужно быть как бы слушающими, вот слушающими просто, присутствующими, присутствующими вот ежемгновенно. и в определенной степени терпеливыми вот к этим волнам нетерпения, волнам неудобств каких-то, волн тревоги, волн скуки, вот всем этим переживаниям, которые неизбежно будут у нас возникать. И вот как говорится там в дзен, дзенские, много их поговорок, которые я часто привожу, они просто как такие вот слоганы, которые нас направляют к памятованию, помогают памятовать о чем-то ценном, важном, что мы здесь делаем. И вот этот один из слоганов таких, это в любой трудной ситуации самое лучшее, что ты можешь сделать, это посидеть с этим. Вот это именно про это же, мне кажется, потому что трудная ситуация, что это? Это вот проблема, которую мне надо решить. И дальше вопрос как? То есть либо я беру уже готовый шаблон, пытаюсь это решить с помощью прошлого опыта, и он не всегда совпадает с живым, текущим, настоящим. Почему оно живое, текущим? Почему не совпадает? Потому что оно всегда уникальное, вот какие-то факторы, которые я не учитываю. Потому что все, что было в прошлом, я уже могу там учесть, потому что я это уже знаю, оно уже случилось, оно уже безопасно для меня. Все эти факторы, я их знаю. А новые факторы я не знаю. Я пытаюсь взять тогда старый шаблон и наложить его на это новое, а оно не накладывается, потому что много нового, сегодня чего я не могу учесть. Тогда я пытаюсь, может быть, впихнуть это в шаблон, а оно не впихуемо. Вот. И, в общем, здесь проблема тогда получается, что с этим и работает дзен, что жизнь свежая всегда, а шаблоны, они старые. И поэтому что-то из этого старого опыта естественно мы можем использовать, но это только часть опыта. Здесь важно, что мы не отказываемся от концепций, от идей, от шаблонов, любых привычек. но можем ли мы это трансцендировать, как-то превозмочь, преодолеть, в смысле, что сделать себя больше. Больше – это как раз то, что контактирует с живым бытием. И вот тогда получается все, что мы самое лучшее можем сделать, если у нас есть на это время, понятно, это большая роскошь, что у нас есть это время, посидеть чем-то. Мы можем посидеть и в своем переживании в каком-то более таком полном, открытом найти какое-то новое решение, которое будет уникальным каким-то для этой ситуации сейчас. Но этому нужно дать время, нужно как бы послушать разные вот эти голоса, интуитивные, рациональные, какие угодно, в том числе голоса всех этих чувств, нетерпения, скуки и прочее. Вот. Это я пересказал в общем вчерашнюю лекцию. И мне хотелось бы вас спросить, какой у вас на это отклик? Чувствуете ли вы вот в этом контексте какой-то помощь практике? Отзывается ли это вот у вас как-то? Чувствуете ли вы действительно, что в этом контексте практика как-то так работает? Вот она больше помогает открываться к этой неопределенности и умению с ней как-то быть более, может быть, эффективно? Есть у кого-нибудь какие-то отклики? Вот я вижу только Машу. Илья, скажете? Ну, по поводу творчества и там слово Джона я как представитель творческой профессии тут есть с чем и согласиться, есть с чем и не согласиться. Мне кажется, это какой-то отдельный большой топик, который как-то не хочется сейчас затрагивать, но лично для меня. что касается практики, очень появился такой какой-то зазор между реакцией на какое-то событие, например, и действием перед этим событием, даже мысли какое-то, которое побуждает это действие. И я прям чувствую, что это вот идет из практики, из сидения. И сейчас я тоже взял какую-то вот такую тему, тему скуки, то, что вы упоминали, что ваша подруга рассказывала про скуку, и я сейчас как-то для себя стал вот изучать, исследовать мое внимание в общем-то именно вот в этот вот какой-то в это объемное переживание погружено. И пока я наблюдаю именно вот за скукой, за ее причинами, где она и как она разворачивается. И что-нибудь нашли интересное? к воскресенью найду просто пока еще только нашел ощупку. Но я вспомнил это ощущение, у меня такое было чувство вот этой скуки. Это было в школе, и тогда убили Листьева, и по всем трем каналам показывали его портрет. и мне было очень скучно. Не показывали моих мультиков, которые я хотел посмотреть, были где-то в школах, и вот это было какое-то очень такое состояние скуки, которое я больше не переживал. И вот сейчас мне стало очень интересно посмотреть туда, потому что очень сложно поймать за хвост ее. Это интересно. Спасибо. Вот это вот само, как вы сформулировали, интересно посмотреть на скуку, исследовать скуку. Мне кажется, это очень важный подход. У нас есть переживания, как феномены, действительно разные. Раздражение, скука, тревога, любые, радость, любовь, какое-то огромное, любое переживание, в принципе, с разной глубиной, с разным оттенком. И получается, что один способ это просто быть в этом и все, быть этим, отожисляться с этим переживанием. Второе, да, быть этим, но кроме этого, кроме одновременно с этим еще и быть, как-то видеть это как некий объект исследования. И тогда у нас возникает вопрос, как я к этому отношусь сильно. И вот интересоваться собственно самим устройством этого феномена, ну устройством, имею в виду, что не обязательно это как-то разбирать там, да, вот именно как это чувствуется, как переживается именно феноменологически, вот как оно чувствуется. Кажется, это очень сильно как раз меняет позицию вообще и помогает жить, в общем-то, потому что если я все время отрешляюсь с этими волнами переживаний, ну вот меня так и болтает по жизни, если у меня формируется отношение какое-то из мета, такого мета состояния, мета переживания, в котором может быть тоже разные оттенки, вот мы говорили, что там например вот этот наш алгоритм ELSA, который предлагают постоянно, такое обнимание, да, то есть это embrace, то, что по-английски называется, обнять, это же тоже такое специфическое отношение, там есть специфический оттенок отношения, вот такое доброе, доброе, как мы можем обнять кого-нибудь, быть добрым, быть добрым, теплым, большим, соответственно, мы можем обнять таким образом свое какое-то чувство, свое переживание, точно так же интерес, любопытство, это тоже определенный оттенок, он выводит нас изнутри вот этого переживания, это изнутри феномен, из его содержания, как бы мы начинаем просто исследовать, и само отождествление наше тогда получается меняется, то есть я не тот, кто испытывает скуку полностью, а скука есть в том, кто интересуется, кто любопытствует, то есть я уже не скучающий, а интересующийся, это другая какая-то вообще позиция, это мне кажется очень важное такое вот, что мы делаем собственно в практике медитации, вот это основное все-таки я считаю, вот это любопытство, которое ведет нас вообще к другой идентичности фактически, что я это сознание любопытствующее, так что очень там как-то откликается то, что вы сейчас сказали исследовать скуку, есть какие-то как раз чувства, которые сложнее всего исследовать, мне кажется, здесь как раз мы можем сказать тревогу очень сложно исследовать, потому что они нас захватывают, эти чувства сильнее, чем другие какие-то скуку сложно исследовать, они требуют от меня уйди, займись чем-нибудь, займись, займись, не скучай, направить это внимание исследовательское как на объект такое исследование, это может быть ценным опытом, мне кажется. Если мы говорим, что буддизм это как освобождающее учение, стремящееся освободить нас вот от чего от обусловленности вот такими, в том числе такими переживаниями, не только от этого, но такой большой фактор, который создает собственно это страдание. И еще кто-то хочет откликнуться как-то как у вас прицесс человеческих отношений с жизнью с собой. Маш. Я немножко. Но я вот сейчас подумала, что, ну я вообще часто это ощущаю, что моя вот эта многодетность стала такой-то школой жизни для меня во многих аспектах. Ну и вот в частности в теме, про которую мы сейчас говорим, я вот это помню, очень хороший период жизни, когда ну как бы детей становилось больше, проблем становилось больше, и вариаций проблем и их сочетание между с тобой это все как снежный ком набирало. И это такая ситуация, ну которая невозможна ни проконтролировать, ни там как ты хорошо не выстроишь весь день, кто-нибудь забыл сменку, и потому что тебе ее надо принести в школу, у тебя вся остальная цепочка, которая следует за этим, она требует пересмотра и какого-то нового совершенно решения. И я помню период, когда я ну конечно это все реагировала, тревожилась, переживала, пыталась это все там как-то вот это собрать, вот, а потом в какой-то момент видимо произошло осознание, что это просто все невозможно проконтролировать, ну и произошла какая-то тоже, что можно назвать словом сдача, да, просто вот этой ситуации. И интересно, что дальше как раз наступил творческий, мне кажется, этап, ну когда-то вот я обычно там просыпалась утром, как-то крупными мазками себе день нарисую, ну что примерно там кого куда отвезти, когда что приготовить, где там, когда поработать, а дальше это было уже вот такое лавирование в этом каком-то неизвестном, такое как путешествие, и действительно, кстати, в этом рождалось много любопытства, потому что, ну иногда просто вот это удивление от того, как оно все-таки все равно складывается, и как оно бывает удачно складывается, и, ну, часто это ощущаешь, как действительно независимый от тебя вот процесс, ну в смысле, что через тебя что-то проходит, или вдруг какая-то помощь приходит, или еще что-то, то есть это явно не я и не мое эго, да, вот это вот все тут вот наколдовало, да, как будто это что-то вот пришло, и ты в конце смотришь на этот день и думаешь, господи, ну вообще, как-то такая красота могла с тобой случиться, вот, и сейчас я чувствую, как это вот в творческие процессы мои такие вот, ну по работе с детьми создание детских пространств тоже переносится, и вот здесь интересно вот цитата Джона, вот это последнее про вот эту скулку нетерпения больше, он как будто про какие-то негативные такие, да, штуки пишет, а вот у меня наоборот это сейчас выливается в такой долгий и очень интересный, я бы сказала, позитивный процесс, то есть мы когда начинаем вот с командой варить это пространство, я вот, ну я как ведущая этой команды обычно говорю, давайте вот возьмем время просто подумать и через некоторое время кто-то пишет, о, давайте вот эту тему возьмем, я говорю, хорошо, ну как бы все согласны, говорю, все согласны, давайте берем эту тему и опять оставляю время подумать и прям чувствуется, как это варится, варится, там проходит месяц, люди начинают писать, о, у меня такая идея, такая идея, такая, и сейчас вот в результате у нас в понедельник начинается, например, новое пространство, Я до сих пор не знаю, что там произойдет. Я примерно знаю вот это направление, но прям я ловлю это какое-то удовольствие. Я вот сейчас прям понимаю, что это такой именно процесс, и сейчас он уже идет, и сейчас в этом уже так много какого-то кайфа и предвкушения того, что это как-то случится. Даже неважно, как. Знаю, что будет все хорошо. Ну, как будто из опыта жизни этому много доверия. Вот все равно же как-то случится, потому что не может быть, чтобы как-то не случилось. И вот этот творческий контекст и какое-то привнесение команды как пазла каких-то своих составляющих, это тоже важно. Каждый из нас разный, каждый несет какую-то свою струю, кто-то танцевальную, кто-то больше организационную, кто-то творческую, в смысле руками что-то поделать. Но все равно это каждый раз в какой-то такой сверкающий алмаз складывается. И в этом много счастья. И вот как-то у меня так вот получается. Спасибо, Маша. Очень приятно, когда все-таки вот у нас сейчас в нашем этом пространстве вот здесь мама и сын сидят вместе. я считаю результат, в том числе твоего процесса материнства. Материлась, материлась жизнь. Вот. Ну вот я хочу тоже откликнуться здесь на твою вот эту идею, что там вот доверие. Кажется, вот это очень важно здесь, когда мы говорим именно уже о том, как что-то мы делаем, вот какие качества там включаются. Вот с одной стороны нам важно что-то организовать. вот важно это как-то внутренне хорошо понять, что нам нужно организовать, а где довериться процессу. Вот я просто часто поминал этот случай. Я могу его еще раз вспомнить, уже вкратце совсем. Ну как вот, когда давным-давно я участвовал в тренинге, где мы там падали спиной вот так вот. То есть когда люди, группа людей ловит одного человека, вот он падает с высоты, там со стола какого-нибудь, там с подоконника, и группа из пяти человек его ловит на руки. И вот он просто вертикально падает спиной. Ну все знают такое упражнение, как-то его обычно используют в каких-то... Чтобы командный дух как-то вот его подзарядить, так сказать, доверие друг к другу, буквально на физическом, телесном уровне его как-то укрепить. Такие упражнения используют. Вот мы это делали, и человек упал. Вот его не поймали. Ну он расшибся. Это был, в общем-то, конечно, такой очень не смешной вообще случай. Но вот и дальше я просто как-то анализировал это и приводил этот пример, как, в общем-то, пример для нашей как раз практики. Потому что там что важно? Там важна ритуальность этого действия. То есть вот ритуал – это что такое? Это некое оформленное действие. То есть у него есть форма, то есть канал. У канала должны быть стены, то есть где текла бы жидкость, вода. То есть нам нужно, значит, создать стены. И вот там это был ритуал, собственно, какой. Вот люди встают, человек заходит, вот конкретно тот человек, который упал, он упал со сцены. То есть высокая достаточно высота. И очень важно, что вот есть этот ритуал с определенными ритуальными действиями. Вот он должен повернуться к ним и спросить их спокойно, так, значит, повернуться и спросить. Вы готовы, там, команда готова. Они устанавливают с ним контакт в глаз, они его видят и отвечают ему, там, хором. Готовы, мы готовы. Тогда он снова поворачивается и спиной уже падает. То есть все готовы. Они, что произошло? Они установили контакт вот через этот ритуал. Они оба поняли, что мы здесь, мы в контакте. Он понял, а они поняли. И после этого вот он может это отпустить сильно себя, может довериться полностью. И тогда вот они его принимают. То есть в том случае, когда этот человек упал, он как раз не установил контакт. Он вот вошел в раж, так называемый. Забежал туда и просто вот не спросясь их, просто вот так раз и упал. Они, ну, как-то люди не были готовы как раз. Они куда-то смотрели в сторону. Не знаю, там, не установили с ним этот контакт. И вот получается, что если мы это переносим, например, на практику медитации нашей, что мы делаем? То есть это тоже самый ритуал. То есть наша практика – это ритуальное действие. Вот мы садимся, и мы, как я говорю, что выстраиваем определенные вот эти стены этого пространства. Вот у нас есть время, 40 минут там, скажем, и там про само пространство физическое, и наше тело, поза. И мы тем самым, мы как бы устанавливаем контакт, вот контакт с реальностью. Мы как бы говорим, реальность-то здесь. Она нам отвечает, я здесь. Какая ты, а вот такая. Ну, в смысле, как она переживается в моих чувствах, состояниях. Как раз как она переживается, так и переживается. Вот она такова. Скука у меня, значит, скука. Там раздражение, раздражение. Прилив любви какой-то. Экстаза – это так. Значит, какой-то, наоборот, там нет энергии. Это так. Вот так как есть, так и есть. Реальность такова. Мое переживание, реальность. В смысле, что это вот, ну, вот как я переживаю, у меня же нет другого способа вообще пережить реальность, кроме как ее переживать в том виде, в каком она доставляется моими органами чувств. И внутренне, и внешне. И вот мы с этим, как бы мы устанавливаем контакт, с этим, как вот этот человек устанавливал в контакт с группой. Он говорит, ты здесь, мы здесь. И дальше мы отпускаем, вот пускаем себя в этот процесс. Ну, тут получается просто, если в таком упражнении один раз отпустил, и уже упал, и тебя поймали, и тебя там покачали, ты испытал это переживание, то тут получается, что нам нужно ежемгновенно себя отпускать. Тут получается, что таким образом, что мы ежемгновенно и выстраиваем вот этот, как бы, собственно, сами границы, то есть, ну, время у нас, оно просто есть, конечно, вот 40 минут эти пространства, но вот телесные, телесные границы, мы как бы все время, как-то стараемся это поддерживать, так или иначе. В то же время мы отдаемся этому. Ты говоришь, что какое-то взаимодействие происходит, то есть какое сотрудничество, как бы. Потому что, с одной стороны, нам нужно так выстроить тело. Почему мы так вот все это подробно, подробно, я, во всяком случае, предлагаю это делать. Найти нужную позу, научиться в ней быть так, чтобы в ней было удобно. Потому что нам нужно в итоге прийти к такому положению, где мы можем сильно больше отпускать, больше доверять телу, которое само себя держит. Когда эта структура уже держится не за счет нашего постоянного контроля, а за счет каких-то самостоятельных процессов. Вот оно, там просто конструкция, там, не знаю, мышц и костей, вот уже оно таким образом привыкает сидеть, что нам не требуется затрачивать больших усилий в этом. Тогда действительно мы все больше и больше можем этому отдаваться, а оно само держит, оно само держит. А нам лишь нужно чуть-чуть-чуть-чуть там подправлять, потому что, ну, в любом случае, какие-то там оседает как-то, тело там наклоняется, то есть чуть-чуть соучаствовать вот уже вот этим своим контролирующим, так сказать, органом. Но не забирать это полностью. Вот этот баланс все время поддерживать. То есть отдавать себя этому процессу и в то же время быть вот алертным, внимательным с контактом. И это, ну, как бы технические такие вот факторы. Дальше вот у нас есть вот это вот, то, что мы называем сознание, там, все вот эти переживания, какие-то чувства, состояния, там, меняющиеся. Это тоже поток, с которым мы постоянно входим в контакт и как бы говорим, какой ты, какой ты сейчас, какой. И вот здесь, например, вопрошение помогает вот это вот, что это, как это переживается. То есть любопытство, то, что сейчас с Ильей тоже, говорю, любит. Дальше, если мы дальше шаг делаем, вот то, о чем ты начала, можешь говорить о, да там, сотрудничестве с жизнью вообще, что это то же самое процесс, вот это доверие жизни вообще. Ага. Мы, ну, я думаю, что многие из нас, кто здесь вот практикует, сейчас медитирует как-то более-менее долгое время, мы начинаем с этим, с этой областью тоже как бы встречаться, внутреннее, переживание, но в каком-то своей неизолированности от жизни вообще, вот неизолированность этого внутреннего и внешнего, такой базовой нашей какой-то вот этой запрограммированности, что есть я внутри, есть все, внешний мир вокруг меня. А что это вот действительно какой-то континуум, и он ведь так и есть, ну, даже просто дыхание взять, как бы дыхание, внутри или вовне, оно везде, оно и там, и там, оно вот входит туда-сюда, это как постоянный обмен происходит. И во всем так, что ни возьми, мы все время, это какое-то течение, это континуум. Но есть у нас это переживание субъективное, что нет, вот я вот там под кожей, а вот здесь уже не я, здесь уже не я во внешнем мире. То есть он внешний, а есть внутренний мир, они раздельны, они отдельны. И вот это, в общем-то, иллюзия, то есть на которую указывает там буддизм, пытается вот через, как мы можем это в практике, это обнаруживать. И мы потихонечку это обнаруживаем. Когда действительно создаем эти условия, потихонечку обнаруживаем, что оно движется, вот оно, да, вот это и идентичность моя, она подвижная, она не обязательно должна быть зафиксирована вот где-то только там. Тогда мы можем чувствовать действительно вот это какое-то единство с жизнью и сотрудничество с жизнью. То есть даже как мы в теле, это делаем, да, вот сотрудничество, как я говорю, сотрудничество с процессами, самостоятельно происходящими. То есть мне не нужно, точно так же, как нам понятно, что нам не нужно контролировать, например, там пищеварение, оно само происходит. Дыхание тоже, в общем-то само происходит. Очень многие процессы самостоятельно происходят, мы просто доверяем, как они есть. но, конечно, мы сотрудничаем тоже, потому что пищеварение, то есть оно связано с тем, что я ем, например, как я ем, переживаю я пищу, хорошо я переживаю или плохо, там, не знаю, вот что именно я выбираю, какие продукты, как на меня это влияет. Ну, то есть это все-таки здесь с одной стороны процессы сами собой происходящие, с другой стороны мои выборы, которые я переживаю, как вот я решил, я сделал, и я выбрал не то, а вот это, определенность какая-то в этом есть. И такой вот, ну, сознательный, то, что мы называем выбор. А как бы здесь вот в практике медитации мы учимся вот как раз находить отношения между тела, как самосидящие и в то же время мое соучастие как вот этого контролирующего здесь, как бы их отношения. Потом, как я говорю, дальше, вот то, что мы называем интуиция, то, что мы называем такое вот схватывание реальности как целого. И вот это чувствование, что мир как-то со мной говорит, мир взаимодействует, что мы, вот я как тот, который что-то выбирает и делает, контролирует, и мир как что-то большое делающееся, что мы находимся в каком-то сотрудничестве. Вот это чувство, ну, я не знаю, мой опыт, в всяком случае, показывает, что наша практика, она к нему продвигает нас. И многие из вас об этом говорят, я слышу часто об этом. Ну и вообще вот как-то уже на протяжении жизни взаимодействие с людьми, которые практикуют вот нечто, да, там, духовным путем идут каким-то. Я часто это слышу. И часто это бывает в виде каких-то клише, там, вот, действительно, доверие миру, там, какие-то эзотерические, там, какие-то нью-эджевские. Но за этими клише есть вот эта какая-то внутренне интуитивная правда, что мы действительно так начинаем чувствовать жизнь, вот, собственно, как единство с ней, как сказать, сотрудничество с ней. Вот. Ну, в общем, такое. Спасибо, Маша. Елена, скажите. Да, доброе утро. Очень мне интересно наблюдать, слышать вот то, что происходит. Ну, эту тему, которая началась вчера. Что-то такое требующее еще переваривания для меня в моем опыте. Но вот сейчас в рамках того, что со мной происходит, мне вдруг каким-то ярким показалось, ну, и неожиданным для меня оказалась такая идея, что эго создает этот фрейм для творчества. По сути. То есть обычно же либо есть две позиции такие. Вот оно, эго, оно плохое, его нужно там победить. Ну, что-то такое. У суфиев до сих пор это продолжается история. Ну, не суть. А либо вот сейчас современная психология, которая такая, вот, эго – это прям то, что надо, надо быть эгоистичными, и все вперед. А тут какая-то такая история интересная получается. То есть вот эго – инструмент, не инструмент, мой союзник, который, в принципе, вот выбирая, ну, помещая точку отчета внутрь меня, выбирая то, что ценно и важно для меня, позволяет мне создать эту рамку для творчества, вот это вот пространство для интуиции. Потому что я уже была в тех состояниях, когда я вот, ну, прям как-то тотально доверяю миру и улетаю куда-то. И сначала все это начинается с того момента, когда я вполне себе эгоистична и вполне себе могу создавать вот эту рамку и действительно взаимодействовать с миром, ну, не знаю, насколько уж на равных, но вот когда действительно вот все происходит вот так вот как-то волшебным образом, все замечательно. А потом можно решить, что, ну, нет, вот эго – это же плохо, надо прям совсем улететь в мир, вот в космос, и вот там уже ничего не работает. Ну, это ладно, это какие-то мои такие размышления. В общем, для меня вот какой-то большой инсайд, что вот эго, вот как раз оно такое вот создающее этот фрейм. Вау! Вот что? Как? Спасибо, Ильин. Да, но вот для меня это тоже… Когда мы вот начинаем говорить об этом, я понимаю, что это все тоже вот, опять же, возвращаясь к той теме, которая у нас была перед, этой, двух истинах, вот этом, тоже этой карте, да, этой модели, что мы можем смотреть на жизнь вот с двух позиций, относительной, абсолютной, и понятно, что вот когда мы сейчас любое слово произносим, это всегда относительное, да, и мы всегда вот там, вот скажем, а что мы называем эго, а что мы называем я, да, вот вы говорите, я и эго, это как бы вроде как что-то отдельное, что-то другое, да, но понятно, что есть какая-то вот эта абсолютная позиция, где мы не можем ничего этого разделить, но для удобства, во-первых, просто общения, или удобства вообще рассмотрения внутреннего тоже, моделирования какого-то, нам нужно это отделять одно от другого, называть какими-то словами, и здесь тогда действительно мы можем условно отделить, вот опять, какие слова, вообще это вопрос для меня идентичности все-таки, вот вообще вся духовная практика это вопрос идентичности, кто я, да, вот как я себя распознаю, кем я себя чувствую, кем я себя переживаю, ну и вот, соответственно, если мы выделяем как бы в отдельность такое вот то, что мы называем эго, как вот это фактически, как это переживается, вопрос, как переживается эго, ну то есть вот это нечто, что переживает себя выбирающим, контролирующим, отдельным, как раз, вот у меня есть чувство этой отдельности, у меня есть чувство вот этого агентства, агентства выбора, что я делаю что-то, хочу. Вот сейчас, например, возьму мышку. Вот у меня мышка лежит. Я решаю это. Я решаю взять. И у меня есть это субъективное чувство. Я решил, я взял. Если я пойду даже просто в такой анализ, откуда это у меня взялось такое вообще желание, почему-то. Я не найду причины. Не найду. У эго ее не оказывается. Потому что если я иду глубже, 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 это как бы просто будет какой-то миллион каких-то обстоятельств, которые вот так сложились. Ну и вот из этого рождаются все эти вопросы, а есть ли у нас вообще свобода воли или нет. Она как бы одновременно есть и нет. Потому что в моем субъективном опыте она есть, свобода воли. Я решил взять мышку. Я ее взял. Если я иду глубже к причинам этого, я не найду такой вот причины, где кто-нибудь там внутри меня решил именно вот это сделать. Она складывается из каких-то миллионов этих причин. Поэтому здесь мы вот как раз приходим к тому, что это и есть, и одновременно нет. То есть пытаясь логически это разложить, что либо так, либо так, у нас не получится. Мы как раз видим эту реальность в своей противоречивости здесь. Но если мы берем это как относительную модель, что да, у меня есть субъективное чувство выбора действия. Data agency. Есть огромное количество процессов жизненных, где вот что-то само складывается. И тогда получается, что действительно, если я условно беру эти две как бы части, то тогда вот для меня лично здесь работает язык сотрудничества. Ну, в смысле, что вот это само слово сотрудничества. То есть вот это эго, как переживающее себя, как контролирующее, действующее, как отдельное, оно может сотрудничать с процессами большими, так сказать, которые переживаются им же эго, как не оно, не оно, как вот нечто за пределами него. Ну, как бы оно именно так и переживает. Потому что эго, оно как раз вот зафиксировано вот в этой своей замкнутости получается. Тут вот за счет этого сотрудничества, за счет такого вот общения, как сказать, этих частей, что ли, возникает переживание большей цельности, целостности и какое-то изменение идентичности. Вот, там, говоря юнгянским языком, ну, вот он тоже как бы свою карту там рисовал, юнг, я имею в виду. Вот есть там, значит, персона, там эго. Вот есть то, что он называл самость. И он выделял это как нечто другое. И вот я считаю, что это именно, это похоже на то, что мы делаем там в дзенской практике. Мы потихонечку идентичность, она у нас сама, ну, как бы сдвигается через наши опыты вот эти, опыты вот этого нахождения себя, какой-то своей позиции, кто я вот сейчас, как я сейчас, как я взаимодействую с реальностью. И это происходит раз за разом, вот через серию таких опытов, которые мы называем медитацией, например. Мы садимся, и вот тут обнаруживаем, ну, вот как вы сейчас сказали, что там, тому, что я переживаю как эго, так как вот эта часть меня, ей нужно организовать действительно время и пространство. И я это переживаю как свой выбор. Я это делаю. Дальше, с чем я вот сейчас буду сотрудничать? Вот тут я вспомню тоже вчерашнее, когда я рассказывал, как Джон Клиз, он приводит пример этого самого изобретателя Эдисона. Да, вот он тоже создавал для себя такой медитативный процесс вхождения в творческое состояние. То есть для него это было такое трансовое состояние между сном и бодрствованием. И вот он придумал, действительно, буквально придумал оригинальный свой способ. Садясь в кресло, брал, значит, металлический шар, вот у меня тут каменный шар, он вот такой же брал металлический подшипник в руки. А внизу ставил железный поднос. И сидел в кресле долго, и начинал дремать. И вот он удерживался в этом состоянии между сном и бодрствованием. Как только он засыпал сильнее, как бы его рука расслаблялась, и шар падал. Раздавался грохот, он просыпался. Тогда он опять брал шар и опять сидел. И вот это была его медитация такая. Вот это был его фрейм как раз, который он создавал, да, вот этим, собственно, своим решением эго, то, что можно назвать эго. Но куда он себя в него приводил, куда его эго приводило? К тому, чтобы расстаться с эго. Ну, то есть к тому, чтобы отдаться этому потоку, из которого, вот потоку вот этого бессознательного, фактически, да, из которого вдруг, вдруг приходило это решение, какое-то изобретение. И опять здесь даже, и здесь тоже нам нужно, мы тоже понимаем, что здесь есть взаимодействие эго и, там, не эго, ну, то есть сознательные части, бессознательные. Вот такое еще разделение можем вести. Вот Эдисону все-таки, ему нужно было, например, ему нужно было знать хорошо, там, математику, физику, вот на том, ну, понятно, на том уровне, когда его время было развито, механику. Все это ему нужно было хорошо выучить и продолжать изучать, как работают эти законы. То есть это вот, ну, такой сознательный процесс, вот, изучение. Можно сказать, что да, он исходит, там, из эго. Хотя тоже там, как происходит процесс изучения, это же тоже загадочный такой процесс во многом. Ну, неважно. Условно разделим. Это вот, значит, ему нужно это знать, потому что, если он это не будет знать, ему просто не придет нужных идей, он их не сможет схватить. Это, как, знаете, анекдот такой, что, мол, есть же это, ну, легенда о том, что таблица Менделеева ему приснилась во сне тоже, да, Менделеева, причем вот во всей своей цельности. Анекдот есть, что, мол, таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину, но он ничего в ней не понял. то есть, не тому человеку пришла. Так вот, важно, чтобы, ну, как бы, та форма, скажем, вот этой какой-то творческого решения, чтобы нам пришло, нам нужно, чтобы у нас был, ну, какой-то, был, опять же, фрейм создан, да, чтобы мы это поняли, чтобы мы услышали эту идею. Нужно уметь говорить на определенном языке, чтобы услышать послание, сказанное на этом языке. То есть, если действительно таблица Менделеева приснилась бы Пушкина, он бы, он не знал бы просто этого языка. А Менделеев, вот он как бы изучает, ну, вот если мы тоже поверим в эту легенду, что действительно так и произошло, что действительно человек долго-долго изучал химию. Он бился об это в смысле, что вот он, и у него была проблема, как раз, которую он вот хотел решить. И она никак там не решалась определенным образом. Вот как он, может быть, из эго своего хотел решить. Ну, вот если мы сейчас эту терминологию берем, сознательно. И потом вот он, у него накопилось какое-то внутреннее, наработалось вот это запрос туда, запрос вот этому какому-то глубинному, глубинному, там, бессознательному, чему-то вот таинственному, откуда приходят все решения, откуда приходит творчество к этому источнику. И в какой-то момент вот раз это случилось прямо в целостности, ну, если мы так, ну, если действительно было так, вполне возможно, и многие как раз, ну, вот, а это Тесла, тоже про него очень много же, там, истории всяких легенд, да, что вот он просто раз и понимал, как это, как вот нужно нечто сделать. Ну, вот Эдисон тоже, вот, как выясняется. И очень многие из нас, кто какие-то, и здесь не обязательно именно в творческих профессиях это должно происходить, жизненные какие-то решения бывают, раз, и мы видим его всю цельность, это вот так правильно, вот так хорошо, вот так нужно. И оно действительно как раз и работает. И тогда мы действительно приходим вот к этому, если мы говорим о буквально методе или технике, то вот наша эта практика медитации, это именно такой метод, вот можем назвать это сотрудничество сознательного и бессознательного, там, эго и самости, вот, что они находятся в отношениях, в взаимодействиях, и нужно, чтобы эго там или вот эта сознательная часть создала свою работу, сделала свою работу, вот, собственно, создав этот фрейм, действительно создав нужное пространство, где вот это уже глубинное могло бы протечь и принести туда свою жизнь. Илья пишет, мне кажется, это про отпускание контроля. Ну, я не знаю, что же, ну, да, отпускание контроля это часть, но вот получается, что здесь важно, что как раз-таки, вот о чем сейчас мы тут говорим, я пытаюсь сказать, что и контроль нужен, и отпускание нужно, да, то есть вот оба эти модусы нужны, то есть тогда просто нужно, чтобы контролирующая занималась тем, что она может контролировать и не заходила в ту сторону, чего она не может контролировать. Вот как раз вот в моем примере, когда этот человек упал, упал, то есть ему нужно было проконтролировать то, что было до этого, ему нужно было проконтролировать свой контакт с этими людьми, то есть это была его задача, вот его эго, так сказать, вот этого, вернуться назад и спросить, вы готовы, вы здесь, вы со мной? Получить от них обратную связь, что да, они здесь, и уж тогда отпустить контроль. Вот тут тоже действительно важное замечание, вы сказали, у меня есть другой случай, смешной тоже, но не такой травматичный, как вот тот. Как-то давно, да, давно-давно, еще в студенческие времена, значит, мы с друзьями поехали там на дачу к одному из друзей, у нас была компания, и, значит, на дачу зимой. И выпало очень много снега, и вот этот друг, он попросил нас, ну, как мы там просто все вместе, попросил почистить с крыши снег, с его крыши. Ну, и мы что, нам только в радость это все, залезли туда, все начали чистить этот снег, и накидали огромную гору под, значит, сугроб под этим самым, под крышей. И потом, значит, решили просто прыгать туда, ну, сигать. ну, как бы, это же не, ну, и сегодня безопасно прыгаешь. И вот, значит, все начали прыгать, и одна девушка с нами была, ну, то есть, там была у нас такая смешанная компания девушки, и девушка, она, значит, это она вот, ну, как бы, ну, высоковато все-таки, там, ну, как-то страшновато. И вот она, значит, вот сейчас прыгнет, сейчас прыгнет, и, и уже прыгнула, но она, как бы, в последний момент испугалась, и как-то сжалась, и вместо того, чтобы нормально прыгнуть, она как-то, вот, за счет того, что она сжалась, она перевернулась, и головой, головой в сугроб вошла. Ну, слава богу, говорю, что она никак себя не повредила, но это было просто очень смешно, что она, значит, нырнула в этот сугроб не ногами, как все, а головой туда, ну, и торчала там несколько секунд, пока мы ее не вытащили. Ну, просто вот, это как раз, о чем пример, вот, он похожий на тот же, да, что там человек упал, не войдя в контакт с другими, но, то есть, он отдался, да, вот он совершил это, как раз, отпускание контроля, но он не, он не совершил, контроль как раз в нужный момент. Девушка наоборот, она сначала, ну, удостоверилась, что все падают, все нормально, как бы здесь сугроб, он такой статичный, да, он здесь, я его вижу, все нормально, все остальные прыгают, все хорошо, но в самый последний момент она как раз не отпустила контроль, да, она попыталась проконтролировать уже в полете, и это совершенно неэффективно, то есть, она вмешалась контролем, попыталась вмешаться контролем туда, куда не надо было вмешаться, там, где уже действительно нужно совсем отпустить, и в нее вот, ну, так получилось тогда, но здесь как раз важно, что все нужно делать как бы своевременно и уместно, да, вот если у контролирующей этой инстанции есть своя задача, что здесь проконтролировать, ну, в нашей практике медитативной, вот мы, я говорю, время, пространство, поза, все, дальше отпускаем и как бы вот вот возвращаем это присутствие, но опять же, это присутствие его нашего воспроизведения такое, оно не то, что мы пытаемся что-то контролировать, а мы просто памятуем, вот это есть термин, собственно, памятование, буддийский термин, мы памятуем о своем присутствии, и это, ну, в общем-то, ну, не знаю, как это у вас чувствуется, переживается, но это не тот самый контроль, который пытается схватиться за что-то, это просто такое вот пробуждение такое, от как-то одновременно, ну, я не знаю, если я к лучшему, я-то переживаю, одновременно, и я делаю, и оно само, да, одновременно, и то, и другое, но это все, остальное, действительно, происходит просто, в остальном мы себя, действительно, отпускаем, доверяясь вот этому текущему потоку внутреннего переживания. Инна написала, контакт с другим, вероятно, возможен, когда человек есть полный контакт с собой, и это не про контроль. Ну, да, это, в общем-то, связано, я считаю, с такой вот самосознанием, да, вот, сознание, это тоже не про контроль, самосознание, вот это переживание, опять же, это присутствие, присутствие, то, что можем назвать, одним словом, и этот полный контакт с собой, ну, вот, наверное, это и есть это присутствие, переживание его. И тогда, если я переживаю свое присутствие, переживаю себя, то я с другим контактирую из этого присутствия. Это действительно, да, так. Саш, скажешь? Да, доброе утро. Я просто вспомнил, что действительно, вот, этот момент творчества зачастую привязан к каким-то непонятным явлениям, точкам в пространстве и времени. Это я, когда еще был студентом, и, помню, учился писать свою первую программу компьютерную. Ну, и вот сидишь весь день на работе, ничего не получается, иду я в лес, ходил домой через лес, такой лес большой, и у меня было там одно дерево, такое дерево, и когда я мимо этого дерева проходил, у меня приходила идея. И я иногда даже иду, иду уже поздно, и прохожу около этого дерева, приходит идея, приходится разворачиваться, бежать обратно на работу, и эту идею реализовать. Один раз даже я сидел, ничего не получалось. Думаю, сбегаю-ка я к этому дереву, и я побежал к этому дереву, действительно, мне пришла около него эта идея, я вернулся и все сделал как надо. То есть, вот интересный момент. Как-то вот оно так получилось, это состояние привязано к какому-то моменту, к дереву, к этому городскому. Это такое якорь, да, то, что называется в некоторых методах NLP и прочих. То есть, оно действительно связывается, это, собственно, само переживание, оно связывается с каким-то объектом. Но вот, в принципе-то, опять же, я все проношу практику, к ней возвращаюсь. и вот мы же тоже создаем это пространство практики, я постоянно об этом говорю сейчас, пространство практики, да, это вот как то самое дерево, да, вот в нем что-то происходит, в нем что-то происходит, и если мы это воспроизводим, 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 то оно начинает как-то уже само по себе работать. И да, что с одной стороны нам это пространство, оно всегда есть у нас, мы всегда можем в него сесть и вот сильно побыть, вот как вот дзянская поговорка говорит, что самое лучшее, что ты можешь делать, это посидеть с этим. А вот у меня есть это пространство, это как у тебя есть дерево, к которому ты сюда можешь прийти. И вот сюда это есть пространство, к которому можно прийти в любой трудной ситуации. И оно так или иначе поддержит. Понятно, что оно там не решит всех проблем жизненных, но какую-то поддержку может оказать, если я перед этим наработал сегодня этот навык. Но и в то же время это, если это расширять как-то, потому что если мы начинаем чувствовать, что в этом пространстве, собственно, работает, что происходит, какие там навыки случаются, в смысле из чего это состоит, из каких качеств. Тогда, глядишь, мы можем это переносить и идти в другие области жизни, потому что ты это же пространство, но это же, в общем-то, условность. Ну, как твое дерево, это условность. Но действительно это как бы такое вот случайное, ну, как-то получилось так. Это не магическое какое-то дерево специальное. как бы могло быть и другое что-нибудь. Ну, вот как там всякие амулеты работают, да, у людей тоже. Ну, в смысле, что это же тоже люди вот берут какой-нибудь объект, предметы, и они его наделяют, в общем-то, вот этим особым чем-то. Знаете, есть такая притча буддийская, такая тибетская, что там, значит, был человек в Тибете, он ну, он был этим, ну, каким-то такого купцом. Он ездил в Индию, там, значит, и привозил товары. Ну, а Индия, соответственно, для Тибета, там это такое вот место, где вот Будда и прочие, там вот все эти почитаемые, святые и прочие люди для простого буддийского народа, в смысле, вот какой-то вот, которые так в большей степени как бы верят в Будду. Не то, что там они что-то практикуют, а скорее Будда – это как такой вот покровитель, который надо верить. И вот у этого купца была мама, которая была такая вот верующая буддистка. И она говорит, привези мне какую-нибудь реликвию, вот, значит, чтобы я вот как-то там молилась что-то. И сын каждый раз приезжал и все время забывал. И она, ну, что, привез что-нибудь? И она, блин, опять, извини, мама. Потому что сын такой вот, не буддист, в общем, не очень-то был в этом. И тут как-то возвращается в очередной раз и думает, эх, черт, опять забыл, мама опять расстроится. И смотрит, значит, лежит дохлая собака. Ну, в Тибете там это может встретить на улице просто. И он подходит к ней, вырвал у нее зуб, завернул его в красную тряпочку, в такой вот какой-то платочек, ну, и приносит маме. Говорит, мама, вот зуб Будды. И мама такая, о, зуб Будды, ты ж вообще-то даже не просто какого-нибудь там бодхисат, вот самого Будды, зуб вообще. Ну, и, в общем, на алтарь его поставила, там молилась, там всех соседей приглашали, соседи тоже там все. И, в общем, ну, и легенда говорит, что через полгода зуб начал светиться и начал исцелять людей. Ну, это о том же, да, кто чем, вот это как бы эти магические объекты, они сами по себе такие, или они за счет вот нас такими становятся. Наше пространство медитативное, оно тоже вот может становиться светящимся, исцеляющим, именно если мы наделяем его этим, как своим вот опытом. Окей, давайте на этой как раз красивой метафоре ноте завершим. Я прочитаю, что мы написали. Илья написал, ветер поломал дерево, такое крепкое на первый взгляд. Илья написал, луч солнца на стене соседнего дома, все это мгновение, но какое долгое послевкусие. Маша, сегодня глаза не хотят открываться, воспринимаю пространство на слух, а не взглядом. Мир такой большой и плотный, вкус слушания. Достоят из памяти счастливые воспоминания детства, а на улыбкой разливается по телу. Благодарю. Остальное уже читал. Ну что, спасибо. Можем открыть окошки, посмотреть в них. Спасибо за встречу и до следующих встреч. Пока. 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 Продолжение следует...